Дорогие друзья! Дорогие шадринцы! Большой ассортимент наручных и настенных часов, фонари, электробритвы, элементы питания, сувенирная продукция. Остановочный комплекс «Хостовары». Улица Спартака, 51. Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас и вместе провести последние мгновения уходящего года. Новый год уже на пороге, а с ним хвойное радостное настроение, счастье, перемен, надежд, которые несет с собой этот всеми любимый праздник. Именно в этот день происходят незабываемые встречи, исполняются заветные желания, возможны самые невероятные чудеса. Но есть одно чудо, неподвластное времени года и происходит каждый день. Не верите? Убедитесь сами! Каждый Новый год Шадринский роддом отмечают с праздничным настроением, ведь появление детей – это всегда радость. В последнее время и для коллектива, что ни год, все приятные изменения. В 2006-м родильный дом поселился в новом комфортном здании, а в завершении 2010-го года он может похвастать всем необходимым для оказания квалифицированной медицинской помощи. В достаточном количестве есть и новое оборудование, и одноразовые инструменты. А во время, до и после родов рядом находятся специалисты, которые на протяжении многих лет помогают появиться на свет чуду. Оборудование мы приобретаем. Благодаря тем средствам, которые нам отпускают, особенно по родовым сертификатам, мы имеем возможность приобретать и оборудование, и одноразовые инструментарии. В общем-то, все необходимое для оказания медицинской помощи, квалифицированной, у нас имеется. В предродовом отделении царит относительная тишина. Здесь не слышно, как распеваются недавно родившиеся дети, чтобы исполнять новогодние песни. А женщины, которые находятся на сохранении, с трепетом ожидают малышей. У Надежды Кибановой это вторая беременность, и появление ребенка она ждет уже в начале нового года. Рождение малышки также с нетерпением дожидаются муж и старшая дочка. Решала сен второго ребенка 12 лет, потому что ребенка нужно мало того выносить и родить, и нужно обязательно его потом воспитать, обуть, одеть, покормить. То есть, как бы это ответственный шаг для меня в моей жизни. Единственное, я скажу, что когда рождается ребенок, это, мне кажется, единственное счастье в жизни. Это рождение ребенка, это чудо. Мне кажется, какое есть вообще, может на свете, из ничего получается человечек. Хороший, здоровенький, славненький. Этот год для роддома знаменателен еще и активностью ПАП. Сегодня в Шадринском роддоме отцы семейства вместе с акушерами и врачами могут увидеть первые секунды жизни малыша. Это потому, что система родовспоможения, ориентированная на участие семьи, хорошо зарекомендовала себя в нашем городе. Сейчас мы стали просто это активно внедрять и активно приглашать партнеров, народы. А в общем-то это было не запрещено никогда. Все, кто желали, они могли присутствовать на родов, просто, видимо, потому что, может быть, мы, скажем так, не очень активно приглашали, может быть, поэтому и желающих было меньше. Сейчас, но это на уровне женской консультации. Женская консультация должна предлагать каждой семейной паре партнерские роды. То есть это нормальная практика для современного акушерства. Если роды как обычные, так и партнерские прошли без осложнений, в палатах вместе с мамами 24 часа в сутки находятся их малыши. Такие изменения тоже направлены на комфортные условия рожениц и детей. Это позволяет женщинам с первых минут жизни ребенка самостоятельно заботиться о своем любимчике. Это нормально, в принципе, если без осложнений роды пришли. Если тяжело, то, мне кажется, лучше без ребенка. А так, если не нормально все, конечно. У Марии, кроме маленького Жени, есть еще и дочурка. Хотя разница в возрасте детей небольшая, чуть больше года. Счастливая мама говорит, что со всеми трудностями будут справляться вместе с мужем, бабушками и дедушками. Маленький ребенок еще первый, еще год всего, три. Тяжеловато, да. Да, как бы собирались, может быть, и второго когда-нибудь, но не так рано. Справляться будем. За 365 дней 2010 года в городском роддоме появились на свет более 950 малышей. Из них четыре двойни. Некоторым новорожденным всего несколько суток или даже часов. И сегодня мамы будут петь своим деткам вместо колыбельных в лесу родилась елочка. А ты знаешь, Дина, если верить гороскопу, то дети, родившиеся в 2011 году, будут одаренными и доброжелательными, но легкомысленными вдобавок. У них уже в раннем возрасте появится стремление гулять самим по себе. И они всячески будут добиваться независимости. Астрологи и сам год 2011 называют необычным и одними из самых счастливых в лунном цикле восточного календаря. Для большинства людей он станет спокойным и удачным годом стабилизации и усмирения тигриных энергий. Кстати, в России Новый год стали праздновать по указу Петра Первого. Это он повелел, что с 1 января 1700 года начинается новое летоисчисление. И в этот день нужно полить из пушек, украшать дом еловыми ветками, а также веселье чинить танцами, музыкой и играми. Именно так шадринцы и встречают Новый год. Все вместе в городской елке. Она нынче расположилась в горсаду и долго будет радовать детвору своей красой. Так же, как и снежный городок с ледяной горкой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие жители и гости нашего города, коллектив торгового дома «Джимир Шадринск» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Хотим пожелать вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все ваши проблемы и неприятности останутся в старом году, а Новый год подарит вам улыбку и исполнение желаний. Искренне желаем вам в Новом году надежных и безопасных автомобилей, хорошего дорожного покрытия, качественного технического обслуживания и отличного топлива. Ждем вас в нашем автосалоне. Мы работаем для вас. Успехов вам в 2011 году! Новый год – особый праздник. В этот день по нашей планете самым законным образом шагает сказка. Она совершает путешествия к нарядным елкам, гремит раскатами фейерверков, сияет разноцветными фонариками. Вот и в Шадринск пришла волшебная сказка. Заглянула в детские сады и школы, в Дом культуры и Дом детского творчества, в Центр досуга и кино и Центр русской культуры ЛАД, на станцию юных натуралистов, юных техников. А в Шадринском драматическом театре она поселилась на целых две недели. Вот она, нарядная, на праздник к нам пришла. Ёлочка-красавица, спору нет, одета с иголочки. Но не горят на ней пока разноцветные огоньки. Чтобы пушистая стройная ель засияла, необходимо волшебное заклинание от детей и Деда Мороза. А пока дедушка и Снегурочка задерживаются в пути, клоун с Мишинкой играет с ребятами. И вдруг к нарядным юным принцессам и рыцарям в гости пожаловали Кикимора Болотная, Леший и Баба Яга. Но в Новый год даже нечистая сила становится добрее и развлекается с детворой. Нежный ком мы все катаем, до пяти мы все считаем. Ра-два-три-четыре-пять, тебе танец, танцевать! Да! Аплодисменты! Аплодисменты! Что доброе, дядь, сэрлистером! Гонял клоун лопатой, гонял нечист, но видно не сидится им в лесу и болоте. Хотят праздник отметить с ребятами. Снова заявились, но уже немного вином обличие. Нарядились в Снегурочек. Вот и пойди, узнай, кто из четырех внучек Деда Мороза настоящая. Но мудрый кот в сапогах знает, как определить, в чем подвох. Я же самый умный кот. Я сказочный кот в сапогах, который все знает и который может придумать все, что угодно, чтобы победить зло. Ну и как символ года, желаю всем счастья, здоровья и радости в наступающем году. Поздравить с Новым годом детей пожаловал и Дед Мороз. Но не обычный, а модный, с бородой крашеный. Да еще и подарки особенные преподнести собрался. А где мешок с подарками? А вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, подарки будут. С дедушком гостинчики, сало, мясо, колбасу и с вареньем блинчики. Вот тут-то и выяснилось, что никакой это не Дедушка Мороз, а Дед Пихто всего-навсего. Поэтому дружно, хором все ребята позвали самого настоящего, доброго дедушку. И вместе с волшебником зажгли красавицу елку. Раз, два, три, елочка, гори! На этом сюрпризы для детвору у Деда Мороза не закончились. Самое ценное он приберег на десерт. Конечно, главный подарок для детей – это новогодняя сказка. Сказка под названием «Говорят, под Новый год» успокоила детвору. И самые шумные ребята, затаив дыхание, наблюдали за происходящим на сцене. И правда, под Новый год случаются разные чудеса. И Кощей Бессмертный встретит свою любовь, и Водяной найдет счастье, и Емеля развеселый обзаведется мобильным телефоном. И всех нас, как и героев волшебной сказки, в новогоднюю ночь ожидают исполнение желаний и необыкновенные чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые шадринцы, уважаемые гости нашего города. На пороге Нового года, когда мы всегда задумываемся о том, каким был уходящий год, что он принес в нашу жизнь, с каким багажом нам идти дальше. В 2010 год каждому из нас запомнится чем-то особенным. Но главным для всех событием было то, что мы отметили 65 лет Великой Победы. И все, что связано с подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне, останется с нами и дальше. Ведь жизнь – это не просто смена одного года другим, а смена поколений. На преемственности поколений делается история любой нации. Для нас сегодня это важно как никогда. А начинается все с семьи. Я искренне желаю, чтобы в каждой семье было согласие и поддержка, благополучие и достаток. Чтобы пожилые люди были окружены вниманием. Турбоспособное поколение имело работу. А дети хорошо учились, занимались спортом и творчеством. Радовали успехами родителей. Поздравляю всех с Новым Годом. Пусть он будет мирным и счастливым. Здоровья и удачи в 2011 году. Здоровья, жители города Шадринска и Шадринского района. От имени редакции журнала «Очевидец» от всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым. В этом году мы совместно с вами реализовали не один смелый творческий проект. Мы благодарны шадринцам за открытость и готовность к сотрудничеству и взаимодействию. Благодарны за самобытность, труд и талант. Шадринцы, вам есть чем гордиться. Уверены, у нас впереди немало смелых совместных начинаний. Желаю вам в наступающем Новом Году удачи, здоровья, любви, благополучия вашим семьям. В 2011 году на смену тигру приходит кролик. По восточным легендам кролик очень умен, развит во всех сферах. Кролик дипломатичен, поэтому не стоит стремиться показать себя выскочкой к 2011 году. Лучше попробовать заслужить уважение кролика, понравится ему. Кроме того, в восточных гороскопах сказано, так как кролик очень умен, развит во всех сферах деятельности, он будет покровительствовать в 2011 году всем, имеющим отношение к науке, да и просто специалистам, которые болеют за свое дело. Среди позитивных качеств кролика присутствует неуемная романтичность и преданность, поэтому браки, заключенные в этот год, обещают быть особенно удачными. При этом кролик чрезвычайно робок, но несмотря на свою робость, он очень гостеприимен, ценит домашний уют и красоту. Поэтому в год кролика приглашайте к себе самых дорогих друзей и сами навещайте их почаще. А мы это уже сделали. Буквально через несколько часов вступит в свои права 2011 год, и на смену хищному тигру придет кролик, животное милое и безобидное. А то, что кролики – это не только ценный мех, а еще и мягкий, пушистый характер, в семье Коптеловых знают не понаслышке, ведь символ наступающего года у них самый настоящий. Милое создание, доброе, очень ласково, очень привыкает к людям. Посторонних он просто не подпускает, он по запаху чувствует хозяина, по голосу. Они шустрые, мягкие, ласковые, и мне они нравятся. Не исключено, что такого пушистика вы получите в подарок на Новый год. Конечно, уход за питомцем потребуется немалый, но не спешите отказываться от живого подарка. Нет, отказываться от него не надо. Просто внимание, терпение, ласка и любовь. Как к маленьким деткам. Вот вы знаете, когда вы начинаете общаться с животными, вы становитесь намного добрее. Кролик – существо семейное, воплощение плодовитости и спокойствия. Поэтому год кролика должен стать годом укрепления семейных отношений. Безусловно, и самим нужно чуть-чуть постараться. И для начала приготовить милые новогодние подарки для своих близких. Ведь самый дорогой подарок, как известно, тот, что сделан с любовью своими руками. С Новым годом, мамочка! Я тебя очень люблю. Мамочка, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе счастья, здоровья, красоты, успеха в работе. Пусть приходит сказка в дом, чтоб счастье было в нем, чтоб исполнились мечты, мир был полон доброты. Волшебства, чудес, тепла, будет жизнь, пускай светла, и удачу принесет яркий и прекрасный год. Предновогодние хлопоты, пожалуй, самые приятные. Юля и ее мама знают, что нужно сделать, чтобы в дом пришел праздник. Дружно украсить елку нарядными игрушками, составить сценарий праздника и приготовить не хитрое, но вкусное семейное застолье. У нас обычно как бы традиционные блюда, но я каждый год пытаюсь какой-то новый салатик приготовить. Вот так, без особых гастрономических изысков, просто как салат Оливье, может получиться настоящий праздник. Главное, чтобы за столом собрались самые близкие люди, ведь Новый год – праздник семейный. У нас народу будет немного, в принципе, своя семья, дочка и сын приехал с севером. Будем встречать четверым. Тихо, мирно и спокойно. Новый год уже совсем близко. Все мы мечтаем о чуде в эту волшебную ночь и с надеждой смотрим в будущее. А желания у каждого, в общем-то, самые обычные, но вместе с тем – самые главные. Субтитры создавал DimaTorzok Новый год Новый год Новый год Новый год Должен быть веселым Но тут, по работам не ожидание чуда Этот вечер, Новый год, большинство по всему духу Новый год Новый год Субтитры создавал DimaTorzok Новый год 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 своей надеждой это дает ему уверенность в завтрашнем дне это дает ему силы действовать дальше я желаю вам чтобы в ваших душах всегда жила надежда о ваших сердцах любовь мне хочется пожелать чтобы в новогоднюю ночь самое заветное желание которое у вас есть обязательно сбылось с новым годом дорогие друзья с новым счастьем скоро совсем скоро наступит долгожданный и самый желанный самый волшебный и самый загадочный даже необыкновенный радостный сказочный новый 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 2011 год сколько поздравлений можно услышать в преддверии нового года мы с радостью желаем своим близким друзьям и знакомым любви и благополучия улыбок и счастья здоровья и удачи а дети они пишут письма деду морозу загадывают самые невероятные желания вдруг становятся послушными и о чудо мечты сбываются желания исполняются новогоднее сегодня настроение нам зима читает звук стихотворения народился новый год запустился стрелок мы с тобой живем в веках и мгновениях новый год новый год новый год новый год новый год по сугробам идет песню старых часов он по свету несет пусть удача найдет что теперь и ты ждет вот так чудо чудес новый год а секунды ставят легкими снежинками не смеется время детскими ужинками но попробуй догони впереди а впереди ты поймай его хоть раз на мгновение дорогие наши шадринцы поздравляем вас с наступающим новым годом поздравляем с годом кролика с новым годом вас много счастья пожелаем в этот звездный час силы бодрости здоровья и веселых глаз новогодних приключений и других проказ здоровья радости и счастья желаем мы вам в этот год чтоб ни тревоги ни напасти не сторожили у ворот чтоб солнце ласково светило сбывалось все что сердце ждет и просто чтоб отрадно было всю вашу жизнь как в этот год с новым годом новый год Новый год Новый год Новый год Песню старых часов он по свету несет Пусть и плача найдет Всех кто ввери и ждет Вот так чудо чудес Новый год Новый год Новый год Он с угробом идет, песню старых часов он по свету несет. Пусть удача найдет всех, кто верит и ждет. Вот так чудо, чудес, Новый год. Уважаемые шадринцы, вот и настал долгожданный и всеми нами любимый праздник Новый год. Завершилось первое десятилетие 21 века. И с боем курантов начнется новый 2011 год. Это значит, можно подводить итоги не только года уходящего, но и последнего десятилетия. Последнее десятилетие было бурным и динамичным. Вся страна, а вместе с ней и наш город, переживали множество политических и экономических потрясений. Были падения, были и взлеты. И последний год был непростым. Но вместе мы смогли выдержать и объединить свои усилия для решения общих проблем. Это значит, что шадринцы способны единой командой решать любые поставленные задачи, работать на благо родного города во имя его будущего, во имя будущего наших детей и наших внуков. Новый год – это любимый семейный праздник, который объединяет общей радостью все поколения, от самых маленьких до самых пожилых. Он напоминает нам об истинных ценностях, которые делает из нас настоящих людей. Дорогие шадринцы, я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаем счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царит тепло и уют. И пусть удача всегда сопровождает вас в Новом году во всех ваших добрых начинаниях. Дорогие шадринцы, с наступающим вас 2011 годом, с праздником вас и с новым счастьем. Новый год – самый веселый, яркий и радостный праздник. Так считают и взрослые, и дети. А еще в народе говорят – лучшая песня, которая не спета, лучший город, который не построен, лучший год, который еще не прожит. А мы песню для вас уже спели. Лучший город – это наш любимый Шадринск. А вот 2011 год пусть действительно будет лучший из лучших. Пусть Новый год принесет всем 365 солнечных дней, обилие добрых встреч и улыбок. Пусть сбудутся ваши мечты и планы. С Новым годом! С новым счастьем! С Новым годом! С Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»